В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. 40 тысяч рублей за одобрение терроризма. Незаконная информационная деятельность обойдется 20-летнему дагестанцу в копеечку. И никакой ампутации. Дагестанские врачи спасли более 100 конечностей с начала этого года. Новый духовный центр в Кизляре. Все его преимущества оценили наши корреспонденты. Через несколько минут смотрите сюжет. Идти вперед и не сдаваться. Несмотря на пропуск Парижской Олимпиады, борцы-вольники не опускают руки и ставят перед собой новые цели. Какие смотрите в спортивном блоке. 40 тысяч рублей за оправдание терроризма. Такой штраф выписали 20-летнему дагестанцу. Молодой человек разместил в соцсети аудиозаписи электронную книгу, где содержались призывы к вооруженной борьбе с теми, кто не исповедует ислам, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. С учетом того, что вина признана, нарушителю необходимо выплатить 40 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили два года администрировать сайты в интернете. Победа любой ценой. В Махачкале амбициозная шахматистка попыталась отравить свою соперницу на турнире. За 20 минут до начала соревнований девушка подошла к доске конкурентки и разлила жидкость. Как позже выяснилось, это была ртуть. Во время игры сопернице стало плохо, ей потребовалась медицинская помощь. Турнир перенесли, а злоумышленницу исключили. Теперь ей грозит пожизненная дисквалификация и увольнение с работы. Стоимость проезда из Махачкалы в Касписк не изменится. По крайней мере, на автобусах и троллейбусах. Согласно приказу Минэнерго-республики, стоимость проезда от 20 до 40 рублей. Отметим, что тарифы в маршрутных такси Махачкалы увеличили до 32 рублей. В Дагестане врачи клинической больницы имени Вишневского спасли более 100 конечностей с начала этого года. Одной из таких пациенток стала 77-летняя Виктория Масурова. Более 15 лет назад у нее диагностировали сахарный диабет второго типа, что привело к развитию диабетической стопы с осложнением. Все это время женщина не могла спокойно передвигаться. И в 2018 году ей пришлось ампутировать один из пальцев на левой ноге. Сейчас же лечением женщины занялись специалисты клинической больницы. Сильные боли, ходить не могла, волокла ногу. Сейчас уже вот у меня все нормально. Дай Бог ему здоровья, чтобы и Всевышний его поддержал, и все, чтобы все было хорошо у него. Но он как врач очень грамотный. Поэтому я вот теперь я еще буду одну ногу через месяц здесь тоже на вторую ногу будем делать. Так бригада врачей под руководством Багаудина Магомедова провела пациентке операцию. И по ее словам уже на следующий день сильные боли прошли, и женщина смогла передвигаться без посторонней помощи. Восстановить именно сосуды до стопы, доходя до стопы, на всем протяжении мы видели, как сосуды закрываются. И здесь необходимо, чтобы не потерять конечность, восстановить все, чтобы все работало, доходило, как полагается. Новый духовный центр открылся в Кизляре. Помогали в строительстве все неравнодушные мусульмане. Ведь именно здесь каждый может найти поддержку в решении многих социально значимых проблем. Айша Тухаева расскажет подробнее. Работа с населением Кизляра будет вестись активнее. В городе открылся духовный центр. Здесь будут функционировать те же отделы, которые работают в Муфтияте Дагестана. Они направлены на работу с населением. Привлечены все необходимые специалисты. Вскоре будет создан и попечительский совет отдела приема населения. Духовный центр, в котором будут работать, функционировать, скажем, отделы Муфтията. И здесь же у нас будет функционировать отдел приема граждан, у которых есть какие-то проблемы бытовые, связанные с бизнесом или любые другие проблемы, с чем человек сталкивается. Он может приходить, получать, скажем, компетентную оценку от ученых людей, от общественных, религиозных деятелей, которые на авторитетном уровне будут решать вопросы. И этот центр станет, иншаллах, символом созидания мира и объединения города Кизляр и Кизлярского района, иншаллах. Отдел образования, отделы просвещения, офис газеты «Ассалам», пресс-службы Духовного центра, администрация мечети, имамы и их заместители. В учреждении предусмотрены все возможности для работы с населением и решения вопросов в разных сферах. Также в Духовном центре будут богословы, которые проводят уроки по исламским наукам. На третьем этаже у нас располагается конференц-зал, где проходят собрания и уроки для имамов. В данный момент проходит урок шейха для имамов по Расмур-Курану. Отметим, что открытие нового центра прошло в праздничной атмосфере. Были приглашены дети, а также учащиеся летних курсов и их родители. Чтобы вы понимали, он к руке привязал этот кинжал. А острия этого кинжала вы сами видели. Теперь он будет вытаскивать его. Все нормально. Айши Тухаева, Халид Ахмаев, Ислам Халиков, Дауд Гасанов. Новости ННТ, Кизляр. Из Махачкалы в зону специальной военной операции проводили очередную группу добровольцев. Все они будут представлять батальон «Каспий», который был инициирован главой Дагестана. Среди них более 10 человек из окружения муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Бойцы в учебной части пройдут дополнительную профессиональную подготовку перед участием в СВО. Сами решили, мы увидели, что люди едут на СВО, наши имамы поехали туда. И мы решили, чтобы свое участие тоже было в СВО. Ну и в завершении выпуска немного о спорте. Дагестанские тэквондисты завоевали 12 медалей на Кубке Президента Союза Тэквондо страны. Всероссийский турнир с участием около 500 спортсменов из 36 регионов проходил в Черкесске. В составе нашей сборной триумфаторами турнира стали Али Абдурагимов и Магомед Расул Амаров. Они завоевали путевки на участие в ноябрьском чемпионате России в Нальчике. В активе команды из Дагестана также три серебряные и семь бронзовых наград. Идти вперед и не сдаваться. Несмотря на пропуск Парижской Олимпиады, борцы-вольники не опускают руки и ставят перед собой новые цели. Молодежная сборная Дагестана готовится к первенству России. Турнир с отбором на мировые состязания пройдет с 15 по 18 августа в Карачаево-Черкесии. С каким настроем к этому старту подходит команда, узнавал Курбан Рагимов. Ему слово. Борьба на каждом участке ковра. Страсти накалены даже на тренировке. Это финальный этап подготовки сборной Дагестана к первенству России. За неделю до старта на базе в Карамане вольники больше работают в парах, оттачивают приемы и проводят контрольные схватки. Основные надежды тренеров связаны с борцами, которые уже проявили себя на взрослом ковре. Камиль Абдул-Вагабов в этом году был пронзовым призером чемпионата России в Москве, а также становился вторым на первенстве Европы. После смены высовой категории он нацелен только на золото. Я раньше боролся на 74 килограмма, сейчас перешел на 70. Иншалла будем готовиться, настроимся на Россию, чтобы попасть на мир. В зале так боролся с такими, просто выходить и бороться надо. Свою борьбу делать все. Все ребята трендуется, пащут, готовятся, настроиваются. Тренера тоже хорошо контролируют этот момент, расслабляться на дороге. Для каждого из борцов молодежные соревнования – это трамплин в большой спорт. Все мечтают об олимпийских победах и, несмотря ни на что, идут к поставленным целям. Еще один лидер команды Башир Магомедов также перебрался в новую для себя категорию – до 65 килограммов. Хасавиртовец в этом году уже брал золото первенства Европы. На Олимпиаду не допустили, многие отпускают руки, не хотят уже тренироваться. Но есть же дальше фланы, есть мир, который не выиграл, взрослый мир. Как бы я хочу перейти в олимпийскую весовую категорию 65 и там выиграть. Но у меня есть свои цели, задачи с тренером. Тренер обговаривает, я выполняю его задачу и делаю все, что в моих руках. Обстоятельства такие, что делать. Нет другого выбора. Приходится столько всего отдать, он уже спорту его час оставить. И в другой вид спорта идти тоже не получается. Как бы из-за этого приходится отдать борьбе все, что получается. А пока есть, хочется просто выиграть вот этот пояс. Взрослый чемпион мира, и до этого, наверное, на ПК держит мне борьбы. Главный старт сезона в этой возрастной группе по традиции открывает новые имена. Состязания в Карачаево-Черкесии исключением не станут, уверены тренеры. К двухнедельному сбору также подключили лидеров юниорской команды. Сборную Дагестана на первенстве России представят 70 вольников. Соревнования в станице Преградная Урубского района Карачаево-Черкесии стартуют 15 августа и продлятся 4 дня. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова